Площадь лесных пожаров в республике Мриэл продолжает увеличиваться. Стихия вплотную подошла к населенному пункту Сосновый Бор. Часть региональных дорог перекрыта. Еще утром отсюда эвакуировали местных жителей и детские санатории. Сейчас борьба ведется за поселок Студенка с трех сторон, окруженного огнем. Ни детей, ни стариков у нас дети пожар тушат, поэтому осталась я. У меня оба сына пожар тушат. В воздухе работают два пожарных вертолета на земле. С помощью военной и сельскохозяйственной техники организуют защитные рубежи. Поверху пошел огонь, да? Сейчас пойдет поверху уже. Мы ждем технику, в принципе, чтобы минеральную полосу сделала еще. Вместе с пожарными расчетами работают волонтеры. Сотни добровольцев со всей республики прибыли сюда еще утром. Мриэл надо спасать республику. Ветер гуляет в разные стороны. Очень опасно. Нет, оно сейчас догорит, само упадет. Мы просто его потушим. Этот участок федеральной трассы «Вятка» полностью перекрыт для автомобильного движения. Военные и силы МЧС пытаются остановить распространение огня. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Первоначально он был объявлен в двух районах. Теперь в целом по республике. Наша задача не допустить возгорания жилого массива, хоть частного, хоть общественного, хоть многоэтажного. Ближе к вечеру ручную обработку горящих лесов приходится приостановить. Из-за сильных порывов ветра стихии переходят в категорию верхового пожара. Это значит, работать будет тяжелая техника. В Мариэл огнем охвачено почти одна тысяча гектаров леса. В республике введен режим чрезвычайной ситуации. Стыг.